Всем привет, мои хорошие! Решила начать снимать новый влог о том, как я готовлюсь к Новому году и, в общем-то, сам Новый год. Ну, Новый год мы будем встречать с дочкой вместе, вдвоем. В прошлом году мы тоже были вдвоем. В общем, ничего особенного не планируем на стол. Но все равно будет у нас там и салатики будут. Салатики будут диетические для нее, не диетические для меня. В общем, ну, винегрет и оливье я все-таки решила сделать. Потому что, ну, как оливье без... Новый год без оливье. Даже если она не будет есть, потому что там колбаса, картошка. Ну, может быть, чуть-чуть и поест. Хочу курочку запечь в духовке. Ну, в общем, какие-нибудь закусочки мы приготовим. Вообще, честно говоря, всегда думала, но не всегда, правда, когда молодая, так не думала. Новый год для меня сейчас это уже не такой праздник, вот как было в молодости. В молодости мы любили в компании собраться, какие-то закуски приготовить, выпивку там какую-то нашли. В общем, особо сильно не готовились. Самое главное, это было веселье, музыка, там, я не знаю, танцы, разговоры. В общем, какое-то было веселье, было это все интересно по молодости. И самое главное, что не было особых приготовлений, а сам Новый год и ночь новогодняя, она всегда очень весело у нас проходила. А потом уже с возрастом, когда уже была семья, дети, ну, тогда уже приготовления как бы больше, занимали, может быть, времени. А сам Новый год, ну что, сели, поели, выпили, поболтали, каждый год одно и то же. Это уже, в принципе, уже как бы, знаете, вот приготовление к Новому году, на самом деле, это есть самое главное, вот, к празднику. То есть, состояние предпраздничное, это вот самое главное, как я сейчас уже считаю. А сам Новый год, ну что, уже там сели, выпили, поздравили, вышли салют уже, посалютировали, и уже после этого просто, просто, в принципе, уже остаются как бы банальные вещи, ну, что, смотреть концерты, может быть, там о чем-то говорить. Но, в принципе, чем дальше с возрастом, тем как бы уже кажется Новый год однообразным, и все. Поэтому для меня Новый год уже, честно говоря, так особо эйфории не создает. Но когда я работала в Меге, вот в МВидео, предпраздничное вот это вот настроение, которое создает магазин, сама Мега, да, уже когда туда заходишь, там играет музыка предпраздничная, елка наряжена, везде какие-то украшения, вот такое вот, какое-то вот движение народа туда-сюда, люди бегают, что-то какие-то покупки покупают. И уже вот это создавало какое-то предпраздничное настроение. А так как я сейчас дома, в люди, в общем-то, не выхожу так особо, поэтому у меня такого какого-то ощущения праздника нету. При том, что у нас ни разу не выпал снег, у нас плюсовая температура, я вам сейчас покажу, что у нас на улице. И уже когда просыпаешься, хочется обратно лечь спать, потому что вообще веселья никакого. Вот эта унылая погода, пасмурно, как-то вот без снега, вот состояние как бы не зимы, а осени, то есть новогоднего такого нету. Ну, поэтому я уже сама себе создаю настроение сама. Вот я сегодня встала, немножко раскачивалась долго, правда, но кофе попила, немножко взбодрилась, уже искупалась, привела себя в порядок. Кстати, немножко лицо красное, потому что пилинг делала, в общем, привела лицо в порядок, тело, в общем, уже для того, чтобы немножечко взбодриться и чувствовать себя получше. А сейчас надо немножко пропылесосить, а потом я включу сериальчик, буду смотреть какой-нибудь сериал и резать салатик, винегрет. На винегрет я уже вчера сварила, овощи все, все, что мне нужно, у меня уже все готово. Осталось только нарезать. Пойдемте покажу я вам, что у нас на улице сейчас делается. Ну вот вы видите, на градуснике у меня тут около 10 градусов, 9 показывают. Ну, на самом деле там чуть-чуть меньше, там может быть градусов 7, но все равно плюсовая температура. И вот смотрите, асфальт сухой, ну, немножко влажный и никакого снега. Снега не выпадало еще в этом году ни разу. Ну, мы на юге живем, понятное дело, детишки вон там уже во дворе резвятся и, в общем-то, у нас, конечно, тепло. Ну, вот так вот. Серенькая погода, небо серое, видите, да. И, в общем, поэтому нету, нету такого ощущения нового года. Ну вот, детишки там уже во дворе резвятся, что-то там уже бахают, взрывают. Ну, детям весело, дети есть дети. Мы тоже такими были. Вот, ну, сейчас я достаю пылесосик, пропылесось уже везде порядочек на виду, пыль повытираю и уже можно будет садиться и потихонечку резать салатик и, в общем, смотреть телевизор, получать удовольствие от жизни. Оставайтесь со мной. Ну, вот, мои хорошие, наконец-то я пропылесосила, полики протерла, пыль повытирала. Теперь я чистая, мой дом чистый. Вообще, вот это вот состояние, когда везде все уберешь, скупаешься и вот такое прям блаженство, такое вот ощущение чистоты, красоты, я не знаю, всего, что хочешь. Ну, а теперь я села, вот сейчас буду уже резать, чистить сначала вот картошечку, бурочок и буду готовить винегрет. Я сегодня винегрет хочу покушать. Вместо гарнира винегрет, это же здорово вообще. Сейчас включу какой-нибудь интересный сериал и буду потихонечку здесь вот нарезать салатик и смотреть сериал. Ну, а если будет что-нибудь дальше интересное, я тогда вас включу. Ну, что, мои хорошие, решила выйти в магазинчик прогуляться, забыла купить колбаску для оливье. Вернее, вчера я еще думала не готовить оливье, а сегодня решила уже приготовить. На улице пасмурно и уже темно, темнеет вернее, хотя начало пятого только лишь. Ну, вот, вот такая вот у нас темень. Все, топай в магазинчик. Девочки, зашла в пятерочку, а тут у нас арбузы, я смотрю, есть. 139,99. Ну, надо же. Арбузы в мои планы не входят. Идем дальше. Так, колбаску я взяла, вот я смотрю, тут корма у нас, по лакту продается, мандаринки. Не знаю, может взять чуть-чуть фруктику. Давайте завтра в дочек едем. Ну, посмотрим сейчас. 90 рублей. Турма. Девочки, пришла я с магазина, проголодалась, и вот я сажусь кушать. Что у меня сегодня на ужин? У меня винегрет, вот только что пожарила свежую котлетку, и кусочек хлебушка. Кстати, белый хлеб этот я испекла сама, в своей мультикухне Redmond. Очень вкусный хлеб получился, замечательный. Ну, я его не снимала, но там очень простой рецепт. Просто у меня хлеб закончился, и мне бежать в магазин не захотелось. Я быстренько испекла хлеб в своей мультикухне. Вот, а сейчас сажусь кушать. Ну, вот я поужинала, а на десерт у меня хурма. Я все-таки купила хурму, я очень люблю ее, когда она спелая, но не переспелая. И сейчас я хочу покушать хурму. Вот, и лечь уже, отдыхать, смотреть телевизор. На сегодня все. Девочки, мои хорошие, сижу сейчас за компьютером, читаю ваши комментарии. Сегодня вышло утром видео, откровенный разговор, где я с вами разговариваю по душам, поздравляю также с Новым Годом. И вот сейчас читаю комментарии, вот, честно говоря, прямо бальзам на сердце. Вот, честно, так приятно, такие комментарии хорошие. Вот, все поздравляют, желают хорошего всего в Новом Году. Ну, просто вот ни одного плохого комментария. Вот, если бы так было всегда, я не знаю, было бы счастливо на десятом небе. Хочу сказать спасибо всем, кто написал добрый отзыв, вообще за ваши добрые слова и за ваши добрые сердца. Я везде ставлю пальчики вверх, ну, вот на каждом комментарии. Вот, честно говоря, сегодня ни одного плохого комментария не было. Вот, все прямо добрые, классные такие комментарии. порадовали, просто, честно. Вот, не могу, не могу даже передать словами. Настроение поднимается, сразу окрыляется, и сразу появляется вдохновение, что-то для вас снимать, уже какие-то начинают думать, новые какие-то темы. И даже вот там кто-то написал, что интересно, когда рассказываю, там, о своей жизни что-то. В общем, если это вам действительно интересно, ну, значит, что-нибудь еще порассказываю. Еще раз хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Завтра уже 31 декабря. Завтра уже будет самый такой суетливый день. Но, в принципе, у меня на завтра уже осталось немного дел. Я утром проснусь, соберусь, туда-сюда поеду к дочке. И там уже буду готовиться, в общем, к столу. Ну, в общем, никаких особо дел. Вот, еще раз огромное спасибо всем, кто написал добрые слова. Спасибо вам за добрые слова. Люблю вас. Вот мелочь, а приятно человеку, да? Вот и не скупитесь, кто смотрит это видео, не скупитесь на добрые слова. Если они у вас есть, ну, напишите там несколько добрых слов и порадуйте бабушку, маму Чори. Мне будет приятно. А если вы не в настроении, то я вам желаю хорошего настроения и чтобы ваша душа подобрела, чтобы вас, когда, знаете, когда люди делятся вот своим добром с кем-то, и это же добро им возвращается. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня уже 31 декабря. До Нового года осталось уже, сколько? 12 часов. Я сейчас режу оливье. У меня в духовке уже курочка запекается. Настроение хорошее. Комментарии утром прочитала, все хорошее, все замечательно. Правда, на улице нет снега, сильный ветер. Ну, я туда не смотрю. Дома сижу, пока дочке собираюсь. Сейчас оливье нарежу. Курочка уже мне приготовится. Соберусь и поеду уже к ней. А сейчас я сижу напротив телевизора, смотрю, что я смотрю. Камеди смотрю. В принципе, я его слушаю, не столько смотрю. И, в общем-то, потихонечку нарезаю оливье. Сегодня опять у меня была бессонница. Я не могла уснуть долго. Но это, наверное, предпраздничный такой мандраж. Может быть, когда, знаете, думаешь, не забыла ли чего, или еще что-нибудь. Такое бывает. Ну, в общем, не могла уснуть долго. До четырех часов не спала. Но потом уснула и поздно проснулась. Поэтому я сейчас еще пока не накрашена. Но я сегодня краситься сильно не хочу. Я даже как-то вот особо и не хочу. Но, может быть, немножечко подкрашусь. Поэтому натуральная такая. Ну, какая есть по жизни, знаете. Вот так вот и хожу все время. С таким лицом. Ну, я не знаю. Я свое лицо воспринимаю нормально. Я не комплексую по поводу этого. Ну, все, мои хорошие. Я собралась. Всю закусочку беру с собой. Беру ноутбук с собой. Я не знаю, на сколько дней я туда еду. И, в общем-то, уже все. Подчаливаю. Сумки в зубы и вперед. Всем привет. Добрый вечер. Доброго вечерочка. Всем добрый вечер. Ну, вот мы с дочей пока сейчас все дела попеределали. Она свои, я свои. Освободились. И мы поняли. А сейчас 7 часов вечера. И мы поняли, что мы голодные. Хотим есть. Я принесла банку оливье, винегрет. Курочку в духовке запекла. Вот. Ну, и так фрукты у нас всякое разное есть. В общем, короче, мы решили сесть, да поужинать нормально. Потому что перед сном, ну, вот уже в 12 ночи, например, я не люблю вообще есть на ночь. Потом не сплю. Да, мы решили поесть, уже поели. И самое интересное, что мы сначала хотели накрыть стол, что-то это. Потом уже думаем, хотели в комнате накрыть. Потом думаем, уже не будем. Потом в итоге хотели засервировать. Бля, у меня рот хрязный. Хотелось засервировать. Потом думаем, да ладно, с банок вот так сейчас наложим, поедим и все. Сейчас поели как-то и вообще нафиг вам на кровати этот стол? Да. Ну, наложи себе в тарелочке там того-сего, поели, наелись. Сейчас, если бы Денька не спал, мы бы раскрыли диванчик, легли бы, что-нибудь включили, смотрели бы по тельку, да? Да. В общем, мы решили, наверное, на Новый год, на 12 часов, может быть, мы уже там какой-нибудь десертик поточим, может, фрукты какие-то, сок. Ну, я сок буду, я не пью алкоголь, а ты? А я купила себе вот такую маленькую бутылочку шампанского, и просто если целую бутылку я выпью, я такую не выпью, я ее открою, но выпью полбокала. И обычно я выливаю на следующий день шампанское. Ну, как бы я купила хорошее шампанское, большое, но я думаю, его жалко выливать, лучше я в гости с ним кому-нибудь пойду. А себе взяла вот такую вот маленькую, и даже если я выпью полбокальчика, остальное вылить не жалко, там все равно всего стакан. Бокал. Стакан. Да, но до 12 часов еще 5 часов аж целых. Так что мы еще не знаем, к чему мы придем к 12 часов. Да, вообще мне пить не хочется, поэтому, возможно, я и маленькую не открою. Я вот сейчас поела, мне так хорошо. Если пить не будем, значит, закусывать не надо. Да. Тогда что? Ну, вообще шампанское не закусывают. Ну, в бокал мы что-нибудь нальем, я сок там, доча нальет, может, шампанское или сок тоже. Ну, что-нибудь нальем. Конечно, в 12 часов бой курантов, надо чем-то стукнуться. Лбами. Вот, ну и надо же посмотреть салют. У нас прям так хорошо видно. У нас тут видно хорошо, да. А в новой квартире будет вообще как видно. А, там будет супер-пупер, да. Вообще. Скорее бы переехать. Я, кстати, собираюсь 1-2 числа, может, пойти стены покрасить. Слушай, ну, у нас следующий салют, по-моему, 9 мая, да? 9 мая у нас следующий салют, при том у нас юбилей будет, по-моему, в следующем году. Сколько? 300? Ну, нет же, по юбилею 75, там, или сколько? 75 это юбилей, наверное? Надо посчитать, я что-то не помню. Юбилей 70. Не, ну, я знаю, что мы готовимся сейчас к какой-то круглой дате, которая будет в следующем году. Вот именно, да, со дня, День Победы. В общем, короче, в мае, я думаю, увидим мы уже. В мае увидимся. Да, уже следующий салют. Ладно. Короче. Что-то за это, саклифасовский. У меня рука уже устала. Рука устала, зато мысли язык не устал говорить. Вот. В общем, короче говоря, когда мы Денечку спать уже уложим, будем стол накрывать или не будем, мы пока еще не знаем. Мы сейчас на Елизе, нам ничего уже не хочется. Мы хотим просто сесть, лечь там, растянуться, отдохнуть. Кстати, я решила, мы с мамой снимали видео на мой канал, пробовали разную ПП-еду из Вкус Вилл. Вот. И я решила, что на Новый год я не буду делать никакие бутерброды и салат, потому что ты так много принесла. Я сейчас обожралась, а потом все, чуть легенько съем. Зачем тысячу салатов делать? И лучше тогда на первое перенесу. Вот я себе первого уже сделаю ПП-салатик, который я буду есть. А ты будешь доедать свое оливье. И вот, и снеки сделаю вкусненькие тоже, все на первое число. Поэтому все буду показывать, на мой канал тоже идите. Вот, ну все, у нас сейчас до 12 часов будет пауза, да? Рекламная пауза. Мы поели уже, нам хорошо. Я пошла к Малому, он там купается? Давай, будем Малого сейчас купать, попозже чуть-чуть спать положим. И уже потом, уже к 12 часам я подключусь, салютик посмотрим. Не, ну вот это еще здесь, Батайск, вон там дальше светится. О, Батайск правда, Ляне уже конкретно? Он весь там сидит. А там частные дома, они вон вышли из дома, бац, и начинают стрелять. А здесь пока спустятся, пока поднимутся. Пока выпьют. Пока выпьют, запустят, конечно. Я не знаю, куда снимать, справа, слева куда? Ну справа будет. Батайск, да, на Батайск надо вот. На Цель, все на Батайск. А вон тоже, Ляне, уже что-то частный сектор уже начинает бомбить. А Батайск, конечно, Ляне, красота какая, да? Да, да, очень много. Не видно мне театралку, вот так вот, может быть, частично. Да, так вот посмотреть. Вот театральная площадь, бомбит уже, Батайск бомбит уже. Ой, какая красота. Все больше и больше пошли. Уже ближе, ближе, да? Наши начали выходить. Сейчас кто-нибудь крутой салют делает. Видишь, все больше и больше, понарастающий сейчас. Да, мы слева, и справа. Это классно, так много салютов. С Новым Годом, друзья! У нас тут салютов в море. Смотри, красота, ляпота, стреляют. Там стреляют. В общем, смотреть это можно долго. Салют у нас обычно минут 15-20 точно. Ну и что вы думаете? Только малого уложила, 5 минут до Нового Года. Вы послушали президента, чокнулись, и вот уже салюты бьют. Смотрите, как красиво у нас. Салюты со всех сторон. А там вот у нас справа театралка. Все в салютах. В общем, вот мы и смотрим, любуемся. И снимаем. И снимаем. И одна снимает, и вторая снимает. Красота, ляпота. Ой, а я сейчас лежала, пока малого укладывала. Думаю, блин, я слышу там соседи наверху. Уже там что-то кто-то стучит громко, кто-то что-то делает. И я такой думаю, боже, как хорошо, что у нас нет гостей. Вот сейчас вот эти 12 часов закончатся, и мы можем лежать спокойненько в тишине. Ух ты, ух ты, ух ты. А это уже вот. Это уже вот у нас внизу тут. Смотри ты, что делается. Еще дворец. Ой, красота какая. Чем ближе, тем удивительнее. Ну так, вообще, рядом что-то. И вон еще тоже рядом с нами, на дороге. Очень красиво. Мы любуемся. Ну что, мои хорошие, дынечку мы уложили, буквально он уснул только без пяти-двенадцать. А так как мы вечером поужинали, мы сейчас кушать не хотим. Просто мы налили себе по бокальчику ясока, дочечка шампанского. Вот, поздравили друг друга и вышли на балкон смотреть салют. Ну, салют я вам показала. И на этом я хочу свое видео закончить, чтобы его смонтировать побыстрее. Завтра утром, может быть, завтра. И побыстрее вам его выложить. Бредненькая я какая-то. Но ничего, я уже ко сну приготовилась. Сейчас я гутелек немножко посмотрю и спать уже хочу, честно говоря. Ну, все, мои хорошие. Пока-пока. До новых встреч. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok